19 века, 11 лет, к плаче пришли пуритане. Это очень реакционное крыло протестантизма. Значит, по воскресеньям закрыли бабы, надо молиться, нечего пить. Женщинам запретили носить драгоценности, только вручальное кольцо. Танцевать какой разврат. Мужчинам нельзя носить парики, там ломканные и всевозможные кружева. Это пуританизм. Почитается роман Байтера Скотта в Пуритании. Король подсорился с парламентом при Оливере Кромбелле. Как это случилось? Ну, король сам хотел налоги собирать, а парламент набирал силу. Король пришел в парламент арестовать пять человек, а Кромбелле ему сказал, он был спикером парламента, сказал, господин, вы господин всей страны, но здесь хозяин я, это мои люди. И король хлопнул дверь и ушел, уехал в Оксфорд, посидел, а с храной сидит так. И стали проводить горожане. К власти пришел средний класс. Король развезначил войну против собственного парламента, против собственного государства. Его поймали, арестовали, посадили в Индоре под замок. Он убежал, вторая война. Ну, в конце концов, после третьей войны, она как бы этапами шла, короля Карла Первого казнили. Помните, 20 лет спустя три мушкетера? А то спрятался под шахотом, стараясь спасти короля. Вот это, но у него не получилось, он кровь, платок намочил кровью короля, отвез Корею во Францию, за что ему выдали орден подвязки. Это был единственный человек, который имел орден подвязки, орден легиона и орден золотого луна. Единственный человек, как написал Дима. Самые высокие королевские награды мира. Ну, в общем, вот это случилось при Оливере Кромвеле. Но, тем не менее, вот такой пуританизм, когда запретили даже новогодние елки, народу не понравилось. Кромвель умирает через 11 лет, и народ говорит, мы жили 11 лет при республике, нам не понравилось. Мы хотим, чтобы у нас была королева или король. Начинается реставрация монархии, из изгнания возвращается Карл Второй. И вот до сих пор англичане говорят, мы хотим монархию, 11 лет для нас было достаточно. Но Кромвель, какой бы он ни был противоречивый человек, тем не менее, он сделал очень много для страны. Началась как бы буржуазная индустриальная революция. Потому что вот все, что изобрели, 18-19 лет, первый паровоз, первый ткацкий станок, это все было здесь в Англии. За что мы поставили памятник здесь. И вот палата общин, значит, 670 человек заседает вот там. Сейчас мы туда пойдем, и башня большой бен принадлежит им. Кто-то хочет в туалет. Я вам сейчас покажу, где туалет. Там платный, к сожалению, вход. Вот сейчас платный вход, 50 копеек вам нужно иметь при себе. Но кто very desperate, кому очень надо, только туда сейчас. Мы больше сюда не придем, да? Мы сюда не придем, мы уходим отсюда дальше, Багикемскому дворцу и все такое. Сейчас Англия выше королева или парламент? В Англии конституционная монархия, ограниченная монархия, конституционная монархия. В Англии правит королева, но фактически правит парламент. Королева, как бы, она не имеет, она может советоваться, она может что-то обсудить, но она не имеет права запретить или разрешить. Продолжение следует...